Приветствую всех муравьиных любителей на своем канале. Сегодня наконец-то выходит долгожданный выпуск, который я планировал на протяжении целого года. Очень давно я хотел побывать в настоящей центральной Африке и привезти оттуда каких-нибудь новых интересных муравьев, которых еще не было возможно во всей Европе. И ровно три недели назад я вернулся из Танцании, привез с собой оттуда три интересных вида муравьев, наснимал много материала, поэтому я вам обещаю, что эта серия роликов будет очень насыщенно интересной, поэтому не буду вас задерживать, желаю приятного просмотра. Как я уже сказал, не так давно я вернулся из экспедиции, к которой шел очень долго. Это было запланированное путешествие, из которого я привез много воспоминаний, видеозаписей и несколько очень интересных муравьев, про которых в будущем выйдет много роликов. Невероятно красивая природа, обилие экзотических животных и незабываемые эмоции – это то, без чего не обходится ни одна поездка в тропические страны. И то, что в этот раз мне удалось запечатлеть на камеру специально для вас. Сегодня я предлагаю вам вернуться в Танзанию и посмотреть, что же мне все-таки удалось найти за первые три дня моего перебывания в 680 километрах от экватора. Я уверен, что после просмотра этого видео вы, как и я, навсегда влюбитесь в красоту диких тропических лесов. Проходит 9 часов и мы уже почти у цели. А пока мы летели над материкой, нам повезло увидеть Килиманджаро. Здесь вы можете видеть, насколько величественно смотрится эта гора. А вскоре после этого я наконец-то стоял на танзанийской земле и вдыхал воздух влажного тропического климата. Дорога до нашего жилья заняла совсем немного времени из-за скромных размеров острова – всего лишь 83 километра в длину. Но этого вполне хватило, чтобы насладиться прекрасными видами из окна. Сразу после прибытия меня встречают местные ящерицы и муравьи, которых я на каждом шагу вижу у себя под ногами. Отель располагался на пляже Кендва, который в свою очередь находится в небольшом селе, где я и принялся искать муравьев. Но как оказалось, на территории этого поселка было очень сухо. И единственные муравьи, которые там доминировали, это какая-то Мирмикария, Компонотус предположительно Цинстелус и как позже оказалось Крематогастер, правда я не видел их муравейники. Конечно же Мирмикарии основывали колонии просто невероятных размеров и не оставляли никакого шанса на развитие другим видом в пределах своих территорий. И в итоге в первый день я ничего не поймал. Но впереди у меня оставалось еще много времени, поэтому я никуда не спешил. Наступил второй день и с самого утра, пока еще не было совсем сильной жары, я пошел за село. На главную трассу, у них это называется Мэйн Род. Жаловался, что нет экофил вчера. Вышли с села, идем по главной трассе, как я и говорил. Как бы тут можно оценить масштабы этих муравьев. По обе стороны этой трассы возвышалась густая растительность. И конечно же, как только я туда пришел, я сразу побежал искать экофил. Потому что, как мы все знаем, в джунглях Центральной Африки водится один из двух видов муравьев портных – экофила лангинода. И естественно, это была одна из главных целей моей поездки. Да, я и правда прошел буквально 50 метров, и уже на первом дереве я нашел небольшой сверточек листьев, по которому бегали злые экофилки. К слову, я попытался раскрыть это гнездо и найти там матку, потому что вокруг нигде не было других гнезд, где она могла бы сидеть. Но кроме кучи расплода и рабочих в нем, я ничего не нашел. Вечером того же дня мы вышли половить муравьев на ту же самую Мейн Роад, и еще никогда я не видел на дороге столько блестящих крыльев. Но... это были не муравьи. Тут так бегают термиты местные. Вот тут они крылья посбрасывать. Просто увидели друг друга и сразу же сбросили моментально. И вот они к моему рюкзаку. Сейчас их в коробочку положу и пойдем дальше. Что-то не тает, не думаешь, когда... О, вот они сами, дружненько. Все. А сейчас вы можете видеть свежеотлетевшую матку Цинстелуса. И именно в момент, когда я ее поймал, я понял, что выбрал удачное время для отдыха. К слову, экофилы были активны даже ночью, и, как видно, наращивали новые слои с камерами на своем лиственном гнезде. Было уже совсем поздно, и я вернулся обратно на пляж, чтобы спокойно посидеть на берегу, поглядеть на звездное небо. И то, что я вообще не ожидал увидеть на песчаном пляже, это сотни маток экофил. При учете, что ближайшие их гнезда располагались минимум в двух километрах от этого места. Да, как оказалось, я прилетел самый разгар летом райов портных. И весь пляж был усеян зелеными крылатыми самками. Вот еще матка. Но список летевших мраев в тот вечер одними экофилами не кончался. Кроме них было немало королев Крематогастера, Кампонутуса Цинстелуса и Макулатуса, которые сидели просто на каждом фонаре. А вот, кстати, бежит матка этого серого кампа, и сейчас я ее быстренько в Эппендорф закину. Блин, у меня уже, честно говоря, и место заканчивается, куда их кидать. Очень уж их тут много. В тот вечер я заполнил почти все Эппендорфы. Помню, что брал их с собой около 30 штук, а в итоге пустых у меня осталось всего 7. О, крутой жучара какой. О, и слизнячки миленькие. Прикольные, кстати, липкие. Вон, успешный мирмикарий экофил. Жрут. Жалко экофилок. Здесь идеальные для них места, но нету ни одного купола, ничего такого. Вон крутой слизнячок. А вот тут всего в нескольких сантиметрах друг от друга сидят две матки очень ценных видов. Кампонотус Цинстелус и Кампонотус Макулатус. Вот матка экофил. Можно ее взять и ково даже. Стоит заметить, что лангеноды вовсе не уступают смарагдине в характере и размерах. Но интересная особенность первых в полиморфизме. Конечно, солдат у них нет, но размер рабочих варьируется от 3 до 10 миллиметров. Первая матка оплодотворенная с одним крылом. На удивление, в тот вечер я нашел всего одну оплодотворенную матку экофил. Хоть она и не сбросила одно крыло, но обломлено оно было ровно, что свидетельствует о том, что она сама его себе отгрызла. Итого у нас тут две матки Крематогастера. Тут одна и тут две. Шесть маток Кампонотуса серебристого. Вид определить чуть-чуть позже. И пять маток Макулатуса. Вот в этой коробочке еще три. Вот две сидят и одна вон на крышке. Надо будет их сейчас пересадить в Эппендорфы. А вот тут сидят термиты. Я им так ничего и кстати не наложил туда. Надо бы какую-то древесинку. К этому моменту экофилка уже обосновалась в инкубаторе, в котором ей предстоит пробыть целых восемь дней. Еще одним доказательством ее оплодотворенности является то, что уже на второй день после поимки она отложила одно яйцо. Поэтому я небезосновательно полагался на нее. Сейчас вы можете наблюдать крупную семью Кампонотус Цинстеллус, которая живет в каменной клумбе. На самом деле это вовсе не обычный Кампонотус, как может показаться на первый взгляд. И в следующей серии про Танзанию я намного основательнее затрону этот вид. Потому что такого интересного поведения я не видел больше ни у одного кампа. На этом третий день моего перебывания на Санзибаре заканчивается. И дальше мне предстоит переехать на другую сторону острова и узнать какие же муравьи там живут. А пока что с Плектрактена и Мандибулярис на фоне я незаметно заканчиваю это видео. Которое вы также увидите на канале Муравьиные хитрости в честь гостевого сезона. Так что вскоре мы с вами увидимся. А пока что мне остается сказать только с вас. Лайк, репост, комментарий. Подписываемся на канал. Дальше будет только интереснее. До скорого. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok